В дежурную часть Владивостока за помощью обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее путем обмана похищены сбережения. Сотрудники полиции установили, что заявительнице позвонил незнакомый мужчина. И, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, будто внучка пенсионерки попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. И за это ее могут привлечь к уголовной ответственности. Звонивший заверил, что все проблемы можно решить за денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей. Пенсионерка собрала указанную сумму и передала прибывшему курьеру. Только после этого пожилая женщина связалась с родственниками и выяснила, что с внучкой все в порядке, а она поверила обманщикам. Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего местного жителя, который забрал деньги у пожилой женщины и перевел организатору противоправной схемы, оставив себе лишь малую часть в качестве вознаграждения. Мужчина осознался в совершении трех аналогичных преступлений. Общий ущерб составляет свыше 600 тысяч рублей. В следственном подразделении Управления МИД России по городу Владивостоку в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранта уголовных дел заключили под стражу.